Добрый день. Добрый день, Игнатий Тихонович. Что-то у вас там темно, так в комнате-то. А, ну, такая пасмурная погода и хатка, окошки маленькие, поэтому могу свет зажечь. Да ладно, это что-то видать, а то будет освещать еще хуже. Да, хуже будет, наверное. И вообще я не собирался звонить, ну, так, чтобы специально. Аж посмотрел вашу беседу сейчас с бывшим офицером. Вот сейчас прямо посмотрел, но не удержался, в общем. Позвонил. А когда беседа была, там не написано? Ну, вот, наверное, вчера, позавчера, может быть. Самое последнее, видимо. А как называется ворог? Про смирение... Сейчас я... Может, посмотрю. Сейчас я скажу. Мудрость смиренного вознесет голову. Угу. Вспомнили? На меня произвел впечатление. Вообще, эта беседа ваша одна из таких, которых произвела на меня впечатление. На самом деле. Потому что я увидел человека, именно собеседника вашего, да и вас. Ну, вас-то я знаю немножко. А его я увидел как человека, получающего откровения, и который ищет лица Господня. Это и есть искать лица его, который где бы ни ходил, он размышляет, он радуется откровению. Именно не толкованию. Есть толкование, на самом деле. Толкование человек, который... Истолковательный-то нету никого. Просто люди, чтобы толковал Писание. А всякое толкование, оно ж от интеллекта человеческого. Ну, не глупо, оно серьезно. Для многих назидательно толкование. А вот есть откровение. И вот я увидел откровение у этого человека, когда он говорил. Хотя я не исследовал эти вопросы. Вот он исследует вопросы о толковании некоторых мест Писания. И они некоторые не совсем совпадают. Некоторые даже противоречат друг другу. А вот так как он именно не истолковывает. Это откровение. Откровение Господь открывает, что? Тайны Царствия. Он себя открывает. И вот меня впечатлило, знаете что? Когда он говорил о блаженствах. Да, блаженный ищи и духом. Вот об этом. Потому что меня самого коснулось. Я... У меня не было такого разумения. На это место. Так вот через него я это воспринял. И воспринял. И воспринял это так, что Господь говорит, блаженны, кто желает меня. Кто верит в меня. Кто хочет меня. Он сказал, нищие духи. Блаженны души. Кто? Души блаженные, которые в этой тюрьме плотской, в этом мире находятся. И они ищут и желают. Они плачут. Они плачут. Они... О чем они плачут? Они желают Христа. Вот как невеста желает жениха. Настоящая невеста. Не такая, как сегодня мы можем представлять в фильмах или в книгах. А настоящая невеста, любящая, желающая. Как нищий духом. Вот душа без духа, она ничто. А ей нужны не эти нечистые духи. А ей дух Христа. Кто духа Христа не имеет, тот не его. Вот она желает духа Христа. И так далее. Вот это... Я увидел, что человек получает откровение. Он говорит, вот таких Господь сам желает. Блаженный. Бог сам желает таких. В общем, когда он говорил о Таландах. Я раньше даже не задумывался в это место. И не искал, как бы, что это значит. Но меня тоже впечатлило его объяснение. И вот на фоне этого я как бы увидел, что человек получает откровение. Бог ему открывает. Больше никто не может ему открыть. И его, на самом деле, не устраивает объяснение. Толкование, по сути, человеческое. Не ваши ответы мне понравилось, как человека православного. Как если бы вы не шли этим путем, то забрели бы, наверное, как и многие, неизвестно куда. Как и все сейчас. Это иерархия. Патриархия изобрела. Ну, вот так коротко. В общем, я под впечатлением. Захотелось мне вам позвонить. Сказать о этом человеке. Даже с ним побеседовать хотелось бы, потому что именно с таким человеком это духовное. Недавно я беседовал с одним человеком. Он из Крыма. Он... Меня впечатлила его духовная жизнь. Я с ним побеседовал, а там, на самом деле, такое духовное откровение, что он и пересекает в Духе Вселенную, и он Христа видел, там он называет сто с лишним раз, и беседовал часто, и получал как бы наставления, и получал такие откровения, сотворения во всем. Ну, у меня это и не впечатлило даже. Оно сперва впечатляет. Потому что я пришел к выводу, я так увидел, что великие чудеса и знамения будет дьявол делать. А там на самом деле великие. Он не открывается, но я так понял, что он из харизматов. Вот эти ихние энкаунтеры. Это их бог-дьявол, который дает им это пребывание в его духе. Это то прославление. Ну, в общем, что вы скажете? Я не разговаривал, а что явление? Я знаю, что было явление два или три у апостола Павла. Так это Павел. А что сотни, тысячи, это не знаю. Нет, не об этом человеке даже. Не об этом. А вот о том, с которым вы беседовали. Даже не о нем. Я же не знаю о чем. Просто как бы все я говорю, а вас послушать хочу. Вам вопросы надо задавать. Ну, если я полезен, я готов. Вопросы. Есть вопросы у меня? Хорошо. Вы, вопрос к вам такой, он очень расширенный. Ну, вы поймете, наверное. Я не собирался его сейчас задавать, но он сейчас к мне пришел. Это давно у меня возник вопрос к вам. Пока один вопрос. Вот есть учение Иисуса Христа. Но есть, вы, конечно же, скажете, но даже дожидаться не надо ответа. Вы скажете, что есть учение Иисуса Христа. Она истинна? Истинна. А оно есть истинное учение Иисуса Христа? Существует. Есть же и подмены этих много. Да, оно существует. Есть Евангелие, благая весть. Есть православие. А в православии есть все-все то, что есть. И вот я, на самом деле, я задал один как-то раз человеку вопрос. Мне так пришло задать вопрос. Он мне не ответил. Он ответил мне, но ответ был весьма неудовлетворительный. А потом я сам себе задал этот вопрос. И я ответа не нашел. Вот поэтому я вам хочу задать вопрос. Что общего истинного учения Иисуса Христа не только с православной, с любой религией. Католики, протестанты, православные, любая религия. Что общего? Вот в точке соприкосновения есть. Есть как бы богослужение в католицизме. Это самые такие значимые религии в мире. Есть православие и так далее. Что общего вы можете мне сказать? Так, искренне мы с вами разговариваем. Я призываю к искреннему разговору. К доброжелательному. Вообще я иначе и быть не должен. Только доброжелательный разговор. Без спора никакого, ничего. Я правда вот этот вопрос у меня стоит. Тут доверие Богу на первом месте. Если он сам сказал не ложно, что все я с вами во все дни до скончания века. Ученикам, да, он так. Да. То в этом никак нельзя сомневаться. Если он не был хотя бы в одном дне, со дня, как сказал этот, то это не Христос был. Я объяснял этому человеку. Хорошо, хорошо. Я понял. А что общего учения Иисуса Христа. Мне очень нравятся ваши многие высказывания. Очень нравятся. Которые бескомпромиссные. И вы говорите, что сверхписание, то мне не нужно. Я и вы благодарите Бога, что Бог вам так дал. Это так дарова вам Бог. Я верю, что не уклоняться от Писания. Но, и тут же я вижу несоответствие некоторое. То, что происходит в религиях, оно абсолютно не соответствует священному Писанию. Абсолютно. Я много не был, но я побывал. И в собраниях был. И как наблюдатель, скорее всего, приходил, смотрел. Не любопытство ради, а я... Ради рассуждения. Вот вы... Сейчас этот человек говорил интересно о смирении, да? Я тоже раньше думал, но, может, не так глубоко думал, не столько молился. Я так и не понял, что такое смирение. У меня разные были впечатления. А вот как он начал истолковывать этого, у меня пришло откровение, что такое смирение. Оно не в полноте, это объяснение. Это как бы... Вот у меня как... Господь приоткрывает. Есть глубина еще глубже, глубже и глубже. Но Господь вот сейчас приоткрыл меня. Помните, вы в беседе о смирении говорили с этим человеком, наверное, да? Уже забыли, нет? У вас память отличная. Раз вам много, чем у простого человека. Вы вообще не простой человек. И вы, наверное, это поняли, что человек простой вас и понять не может. Потому что вы отличаетесь вообще по сути, как человек, от остальных человеков. Вот по сути, вы по-другому видите, вы по-другому слышите, вы по-другому живете. Уже ведь у вас по-другим мыслей, у вас мозги другое. И все другое. Это так должно. И поэтому вас нельзя воспринимать, вот просто вас, вот, знаете, тихо, вот как у него, какая кона, какой дом, какие там он что-то делает. Как о человеке. Ну, нельзя. Это делают дулины, всякие степаненки. Они плотские, смотрят плотко. А вот тот, кто от Бога, тот тому Бог открывает то, что нужно ему. То, что он хочет. А чего ищет душа? Вот вопрос. Чего ищет душа? У нас всякого человека ищет. Вот что значит смирение? И мне открыто, приоткрыто смирение. Это смирение пред Богом. Или же всякое смирение, да? Смирение пред начальством. Смирение. Да, вот в таком узком понимании. Понимаем смирение. Еще перед кем-то. Перед женой может смирение. При детьми. А вот детей перед родителями. Но смирение. Что значит смирение? Да, добровольно. Вы правильно все говорите. У меня там назидательно некоторые вещи. Помогают мне. Вот сейчас некоторые вещи в вашей беседе. Они мне помогли нечто разуметь. О смирении. Я очень доволен. Я радуюсь слову, которое открывается. Но мне приоткрылось так, что смирение, это добровольное. Именно добровольное. Формулировка ушла. Вот короткая, которую я хотел сказать. Сейчас. А, не желать своего. Но того, пред кем ты смирился. Вот его желать. Смирился и до смерти крестный. Очень не хотелось вот этого позора, этих унижений. Жертву, которые Господь приносил себе в жертву. Пронеси чашу. Господь говорит мимо отца просил. Но говорит, но не моя воля, вот она смирение, но твоя да будет. Вот искать воли, воли Господа, Господина, хозяина жизни своей, любительного своего. Жена должна быть невеста, смиренная предможем. Не просто исполнить волю, а своего ничего. Вот свое все в сторону, но на первом плане это вот Божие, чтобы было. Она вроде просто, да? Ну и что такого? Вот некоторые скажут, да ну, вот, что такого ты говоришь? Это всем известно, это он в первом классе знает. Вот так и скажем, что все очень просто. Вот многие говорят как? Да Евангелие, оно очень простое. Да что там сложно? Все Господь уже открыл, все уже написано, любая бабушка поймет. Я это слышал от учителей церковных в собрании. Но это не церковь. Церковь, церковь, это не порочная, святая. Церковь, это верная. И вот, когда церковь, они называют, эти собрания, эти религии, это оскорбление. Это на блудницу, на Б, говорит, что это невеста, царская невеста. А, все знают, что это Б, что это проститутка. Любая религия, весь мир знает. А написано, вас, вас потому не знает мир, они это не знают. И в том числе, эта религия никакая не знает. Вас потому не знает мир, потому что не познал Меня, Господь говорит. А познали Его? А что значит познали? Вот как? Познали. Соединились. Познание соединения. Люди не знают. У вас как со временем? вы спешите куда-то? Нет, у нас сейчас четыре дня в церкви молимся. Канон Андрея Критского покаянный. Вот, подготовка. И у нас с восьми ночи, с шести вечера, потому что люди на работе. И у нас необычно считается не только то, что заложил Андрей Критский покаянный, помилуй меня Божия. А мы его переводим на вторую и на третью ступень. Вторая благодарственная, тот же канун и все припевы на благодарение. И третья возвышенный ангельский чин. Словословие. Все те же самые 250 событий Библии, которые он взял, переводятся в благодарение и в словословие. Это что-то особое. Думаю, что пока нигде этого нет, только у нас. Мы эти каноны переписали в возвышенных степенях славословия. Вот Господь сказал, что исследуйте Писание. Канон сказал, он не ученикам сказал. Это фарисеям, книжникам, саддукеям. Исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную. Это же не заповедь. А все воспринимают как заповедь. Это же неплохо исследовать. Да, это назидательно, это к рассуждению все. Но он говорит, а не свидетельствует о мне. Это все свидетельствует о нем. А в ком он? В том он открывается, возрастает. И Дух Святой открывает. Открыление дает. Дух Святой наставляет на всякую истину. А истина это Иисус Христос. Все он. Все он. Все сгорит. Вселенная исчезнет. Все. Иисус Христос. Все больше не существует в этом мире. Ничего. Ни религий, ни законов. Все пройдет. Закон оно до конца. И черта не придет из закона. Но Господь говорит, я собою отменил закон. Собою. Вот кто во Христе и в ком Христос. Тут не под законом. Но закон же не только Моисея закон. Это он евреям говорит. А как язычникам. А язычники под каким законом? совесть порочная языческая. Вот от него очиститься надо. Но это не так как бы сложно, как закон греха и смерти. Вот закон греха и смерти, кто дверью входит, выходит, вот дверью кто войдет внутрь себя, во Христа, в храм, тот освобождается от этого закона. А этот закон в человеке дьявол, духи нечистые имеют по закону доступ к душе. Душа может бороться с этим, но побороть невозможно. Павел говорит, что ненавижу, делаю. А если ненавижу, он говорит обуславлив. Если ненавижу, то делаю. Значит не я это, не душа это делает, а грех живущего. он понимает, что он ненавидит это вдруг. Вот я по себе знаю, что я вдруг в человеке не вижу что-нибудь обтолкну. А это же во мне тоже есть это. А по сути-то я ненавижу. А освободиться никто не освободится. Только благодарю Господа Бога, даровавшего мне победу. Победу дарует Бог. Не борьбу, ничего. Бороться силу дает, а победу Иисусом Христом только победа дается. Он победил мир. Он говорит, что в мире будете иметь скорбь. Уужайтесь, я победил мир. А что это значит? Скорбь. Уужайтесь, я победил мир. А как он победил мир? Да он мог сжечь эту планету всю, и всю солнечную систему, всем огурь. Он победил мир, он в мире был, и мир хотел, чтобы он согрешил. Были соблазны, через холод, голод, через унижение, через всякое-всякое, мир хотел, чтобы он согрешил, чтобы он что-то от мира принял, чтобы он чему-то поверил, хоть что-то. Он говорит, вот идем в дьявол, и во мне не имеет ничего. недавно, ну, не так недавно, конечно, я слышал проповедь, что вот чуть ли плоть Господа тоже имела грех. Вот такая хула на сына человеческого. А при чем такой, как бы знающий, опытный, авторитетный проповедник это говорил. Победа. И вот эти, когда этот человек говорит, что блаженны нищие духом, блаженны алча и правды. Чего они все блажены? Чего они хотят? Чего они Христа хотят? В себе познание Бога. Истина сделает вас свободными. И вот человек, он говорит, и вот он сейчас как бы в сомнениях, ну, в общем, не то, что в сомнениях, он говорит, и то место имеет, и это место имеет, надо стать такими, такими становиться не будет. Человек или такой вот душа, вот она живет в мире, вот она плаксивая за Господом, не плаксивая она там за комфортом, за яхтами, за какой-то славой, она плаксивая, страдающая за Господом, она мучается, где? В этом мире не только. Она мучается в плоти своей, внутрь себя, потому что водворяясь во плоти, удаляемся от Господа. Это уже верующий, я по себе знаю, водворяешься во плоти, удаляешься от Господа. Так, с рожденными от Бога бывает, в ком Христос. Вот это и есть рожденное от Бога. Но не в семье. Есть в ком Христос, семя Его, кто услышали Евангелие, а там земля произрастила и заботы века сего заглушили. Я тихо говорю, наверное. Слышно? Слышно. Слышно, да? Ну, хорошо. Слышно. Наверное, надоело слушать меня. Ничего. Ничего? Я рад, что ничего. А как ваше дело? Как пожелаете? Много? Никита у меня впечатляет, правда. Это не просто так. Я это сам такой вот. Примерно мой характер схож с вашим. Я понимаю, когда вот это потеряевки ваши взаимоотношения с Никитой. Но что произошло, я потом понял духовно, что происходит. А вы приобретали друг друга. Вы душу полагали друг за друга. Благое то, что вы делали по отношению его, по плоти, это невозможно просто вынести. И то, что он делал по отношению вас, по плоти, вы бы разбежались в разные концы земли. Если вот по плоти. Но по духу Бог так дал, что вы душу свою полагали друг за друга. Умирали, не жили по плоти, старались по плоти, не психануть, не обидеться, не поругаться. Может, это имело место? Очень может быть. Очень может быть. Но в конце концов совершилось жертвоприношение. Душу свою. Что значит душу свою положить за братьев своих? Что пойдет с автоматами там, стрелять, деревню защищать, или Россию защищать, или там в Сирию поедет? Как это по-другому не воспринимается? Вот так и воспринимается, благословляет на войну, еще куда-то. А душу свою полагать это умирать. Умирать по плоти, поступать по отношению брата. Вот брат раздражает, а любовь покрывает множество грехов. Тягается любовь. Вот это то, что я в принципе увидел. Но видит кто? Кто хочет видеть, тот и видит. тому Господь дает. Алщий, жаждущий, кто стучит, там откворяет. А кто так просто обращается, у кого вот эти учителя в собраниях, там, какие бы они ни были, они авторитет, если все, это ему закрыт Христос. Ему авторитет ледяев, там, шаповалов, ему через, там, за ручку подержаться. Для них авторитет это Папы икс, эти, Папы римские, там, патриархи, вот авторитет, вот она религия. А в церкви, вот, считается, что дьякон, ну, дьякон, так, меньшая ступень, а это большая ступень. А в церкви Божий дьякон, это большая ступень, очень большая. Это попечение имеет епископ, духовное попечение, и чтобы он не заботился о житейских вещах, материальных, обеспечения, справедливости, распределения, назначают честных, верных, испытанных, имеющих одну жену. Там требования к епископу, к дьякону. А тут дьякон считается, у протестантов дьякон, это чуть ли не привратник, который там вышибал, стоит дьякон, улыбается, кто заходит, кто шкодничать будет, того, зашиворот, доброжелательного, пьяного какого-нибудь. Вот дьякон, как вышибало. А на самом деле, дьякон, это очень высокое служение в церкви. А все, чтобы царствовать вот так, у протестантов пастыри, и, вот я не понимаю, но так я предполагаю, я не утверждаю, вот в вашей общине, если, я не помню, как бы, я просто по имени, у меня память плохая, по имени не помню брата вашего, Иоаким, да? Да. Иоаким. Так он, он должен был, он и есть епископ. Вот епископ и пресвитер, вот этот перевод, он хороший очень перевод синодальный, вот эти места, где переведен пресвитер, это старейшина. Надо было перевести старейшину, чтобы по-русски понималось, а не так, чтобы пресвитер, как все равно генералиссимус, там, и придумывали такой апостол, посланник, то апостол, это что, звучит, как звание такие, майор, например, да, майор, непонятно по-русски, но уже звучит такой статус, такое звание, чтобы пафосно это продолжало звучать, или отойди от меня, сатана, говорит, когда в переводе в переводе Господь говорит, отойди от меня, сатана, но он же не сатана, дьявол, а отойди от меня, противящийся, вот сатана, это противник, сатана, это всякий христианин по плоти, плоть духу противится, а вот когда по плоти поступаешь, ты сатана, ты противник, плоть духу противится, божественному духу, но не духу дьявольскому, и вот когда Господь говорит, отойди от меня, сатана, он не сатана гонит, он гонит, Он объясняет, он говорит, ибо, ибо, почему сатана противник? Только не сатана, он говорит, а отойди от меня, противящийся. Потому что ты думаешь не то, что Божие, а то, что человеческое. Вот когда христианин человеческого ищет, вроде какого человеческого, он говорит, да не будет с тобой, Господи, этого. Он как бы пожалел по-человечески. Он по-человечески на все посмотрел, и вот такой он сделал вывод. Его бы похвалить надо и сказать, да ничего, не переживай, так нужно. А Господу не угодно, нет компромиссов у Бога. Вроде по-человечески, вот как сейчас сразу мне пришло их не прославление, они там пляшут, орут, беснуются, и они думают, они прославляют Бога. Так что Бог доволен их таким прославлением, вот как у харизмонтов это. Да и на него 50, да кто бы не был, кто так себя ведет неблагочестиво. Они думают, что неугодную Богу вот такое папой называют. Все это мерзость. Вообще мерзость все. Всякая религия это мерзость пред Богом. И то, что велико у людей, вот по-человечески, это горает. Это все мерзость. Не просто, в мире это не мерзость. И по сути это так вот в жизни. Но пред Богом это мерзость. Почему пред Богом? Когда пред Богом это делается, когда Богу это представляется как угодно ему, как Богу, что это служение, вот это становится мерзостью. опасной, пагубной, в погибель ведущей. Сколько мы уже разговариваем по времени, может? Ничего, время я занимаю ваше. Я слушаю. Спасибо. Вы когда говорили о смирении, я хотел сказать. Многое в мире нужно рассматривать от обратного. Вот прямоходящие и изгибающиеся. А известен только один вариант. А второй, противоположный, что такое горькое, сладкое. Сирахова говорит, Бог расположил все надвое. Так вот, напротив смирения, гордость. Гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Если человек знаком с гордостью, он встречается и с гордыми людьми, и с гордыми высказываниями, ему легко сделать обратный выход. То, что его раздражает там, где его там ткнули, и он понимает, а вот наоборот, если поступил, это было бы смирение. Надвое. Вода и огонь, благословение и проклятие. Бог говорит, я предложил тебе жизнь и смерть. Что такое смерть? Что такое жизнь? А напротив, если ты одну сторону хорошо понял, вторую тебе легче уже понять. Напротив, противоположное. Если ты раньше любил пить, алкоголь, златоуст говорит, то теперь и воду пей в меру. Вот сейчас у нас пост. Наши некоторые люди, они знают, как поститься, если могут. Понедельник и вторник не вкушают ни воды, ни пищи. В среду один раз сухоедение. В четверг опять полный день не пить, не есть. И в пятницу один раз сухоедение. Это первая неделя поста такая строгая. Кто может? А кто может? Ну, проверь сам себя. Ты меня спрашиваешь, по скайпу, как мне вести себя. А ты сам перед Богом. Ты видишь, как есть человек, который нормально ест, нормально перерабатывает пищу, у него и отходов мало. И тонкий человек, звонкий и прозрачный, он никогда не завидует толстопузому пузырю. А вот толстость, сейчас с излишками жира, а это означает, инфаркт за плечами уже прицепился, он всегда желает быть вот таким, какой этот. Зачем тебе лишние килограммы? То есть, я говорю о смирении, все надвое. И о смирении столько сказано в Библии, столько сказано у святых отцов, в добротолюбии, что мы добавить туда ничего не можем. был такой святой, Памва. Но встречается он с одним, и тот говорит, приходи к нам на занятия. Он говорит, а что вы проходили последний раз? А он говорит, если хочешь видеть дни благи, удержи язык свой от зла и уста свой от лукавых речей. А дальше он говорит, подожди, я говорю, повтори еще раз. Так, ну ладно, я пошел, мне некогда. Встречает его через три месяца и говорит, а что ж ты больше не приходишь? Он говорит, а я еще это не усвоил. Удержи язык свой от зла и уста свой от лукавых речей, чтобы видеть дни благи. Но ты хочешь жить нормально на земле, чтобы тебя Господь не поразил. Чти отца и мать и будешь с обетованием долголетия на земле, с обетованием это заповедь. То есть Бог за это еще что-то обещает. А какое долголетие? Во Христе. А если человек и тысячу лет прожил, Сирахов говорит, то для Бога счета нет в вечности, в днях вечности. Хотя бы тысячу детей нарожал. Перед Богом один миг разбойника, который исповедовал свое недостоинство, открыло дверь в рай первому, на всем земном шаре. И так в любом рассуждении нужно все подвергать рассмотрению во свете Святой Библии. Если этого нет, вот появляется слово «религиоз», хотя это и означает доброе, благочестие. Дословный перевод. А на самом деле благочестивых там много будет и в преисподней. Мы должны слово Божие, имя Иисуса, буквально пронизывающим сделать в любом состоянии, в любом желании, в любом действии, в любом слове. Да, воровать плохо, да, воровать. Но плохо потому, что это Господь заповедал. Не воровать. Вор Царствие Божие не наследует. Ты вот что ему скажи главное. Это я работал с преступниками много лет. Да ладно, сейчас все воруют. Но когда начинаешь говорить ему, так учит наш Господь Иисус. И он прямо сказал, Царствие Божие не наследует пьяница, а не то, что я из дома муку не утащил, дети у меня сытые, не знают, куда деньги девать. Во Христе ты должен найти нуждающихся. И хотя он необъятный во всей вселенной, он занимает место одной кровати два метра и говорит, меня посетили, меня навестили. Если вопрос задан, мы должны знать, что у него два полюса. И теперь мы должны на сто процентов быть уверены, только один полюс, только горе зим, благословение несет. А гевал – это проклятие анафема. Почему весь народ должен был поворачиваться лицом, вместе с Моисеем, в горе гевал и говорить, злословище отца и мать смертью умрет. И все должны были говорить, аминь. Если не говорит, его сразу брали на допрос. Если на другую сторону повернули, гора Горезим, где самарянка поклонялись. Блажен человек, чтущий отца и мать. Будет долголетие на земле, и все отвечают, аминь. Гремело. Мы должны все время научиться поворачиваться на две стороны и видеть разницу. Разница какая? Иду с ребенком. Но что это? Ребенок-то, пятилетний, не понимает ничего. Мы проходим мимо, двое пьяных лежат под забором. Я остановился. Какое горе. Были маленькие ребятишки, играли, думали, чаяли, родители получают пользу от них, а от них никого нет. У них, говорит, пять сыновей все в тюрьме сидят. Вот будешь пить, ты потеряешь душу, потеряешь ее, сатана похитит, и будешь вот так валяться. То есть везде эти примеры от обратного. И ты должен туда внести великий свет Евангелия. Да, я был таким. А как кроткий? Кроткий, смиренный, одно и то же слово, но оно имеет некоторый оттенок. Моисей был кратчайший. До более жестокого, кажется, трудно найти. Давид говорит, я мирен, но только заговорю, а не к войне. И Давид такой... Я извиняюсь. Я извиняюсь. Да, сам не кроткий. Ну, что такое кротость? Это не гордый, не превозносится над другими по плоти. А в Господе есть иерархия, есть он достоинство, есть горы Господни, есть горы дьявольские. И вот кроткий, все рабы кроткие, а Павел говорит, приду и не пощажу. Кроткий неправильно понимает. Если по плоти понимать, конечно, кроткий это такой, как вы говорите, там, ручки, там, между коленок, да, или где. Вот кроткий пришел, вот это все. Это плотское понимание и духовное непонимание, конечно. Да, извините, я перебег вас, извините, я как бы не удержался. Это я не поправляю, а как бы я знаю, как к этому относятся те многие, которые понимают кротость, так, по плоти, многие, я слышу кротость, вот его, там, оскорбили, все, а он должен это перетерпеть, это плотское понимание. перетерпеть нужно, но зло не ответить, а ответить как по вере ответить, достойно, достоинство должно быть, должно иметь христианин. Вот, когда они ждут от вас крутости, например, некоторые, не все, вот, некоторые слушают, что дух крутости, православный дух крутости, вот вы не такой всем вашим хулителем прям отвечаете бывает так, как им не нравится, не искушайте, не получите тогда таких ответов, что плевелы в огонь, что их ожидает в этом случае, и они не понимают, что значит благословение, многие слова, благословляйте проклинающих вас, тоже, что это значит, вот они кто проклинает, всякий говорит проклятие, не все благословляйте всех, проклинаем, а вот Господь кому даст благословение, того и благословляет, как благословляет, говорить слова Евангелия, что ты же христианин, да так, что касается христиан, ты же христианин, должен поступать так, так, наставлением сказать, это и есть благословение, а вот пост, сейчас пост, вот, как я уверен, уверен, что пост не есть и не пить, оно ничто не дает, именно не есть и не пить, это могут делать и буддисты, это могут делать кто-то, кто хочет фигуру, похудеть, или что, не есть и не пить, не есть для Бога, так написано, а для чего, для того, чтобы человек по себе смотрел, если он только и ждет, чтобы ему поесть и попить, значит, он в духовном состоянии, просто это значит, внутрь пребывать в духовном состоянии, не во плоти, а по духу поступать, и много дней поститься, это способен только уже достигший духовно некоторых уже таких позиций во Христе серьезного возраста, а те, кто младенец, тот невозможно, он не будет ни есть и ни пить, и будет расстраиваться, быстрее бы закончилась этой недели, я по себе это знаю, мы постились по пятницам, потом постились еще как-то, еще как-то постились, и в основном это проходило как, недолгое время как-то бодрствовал, молился, читали, молились, размышляли, а потом так, сколько времени, сколько еще постились, там кушать-то хочется, это сигнал для души уже, сигнал, если тебе хочется кушать, вот мне не хочется кушать, когда вот я, допустим, если я духовно беседую, вот с вами например, я не замечаю ни холода, ни голода, я могу замерзнуть, но я не замечаю, вот если мы с вами закончим беседу, допустим, у меня тогда ой, как у меня ноги замерли, как холодно и все, ни жары не буду замечать, ничего, ни времени и вот такое состояние, это значит я нахожусь в духе, а если я начну замечать свое состояние, даже боль какая-то, головная боль бывает, давление, если я начну замечать, то и все, отворился воплот, удалился, удаляешься от Бога, вот так и припасти, не есть и не пить, это для себя человек делает, как индикатор, как какую-то помощь, подсказку для души, что в каком же ты состоянии находишься, и пост, и пост, 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 как часовой на посту стоит, чтобы враг не проник, бодрствовать, вот человек долго бодрствовать, ему по мере возраста, один может дольше, другой меньше, бодрствовать, и вот пост, упражнения в посте, вот упражняется, он дольше, более долгое время может бодрствовать человек, вот, если упражняется, вот как, если гереми упражняется, он все больше вес может набирать, поднимать, вот так и в посте, человек, если упражняется, бодрствовать. Как бодрствовать? Не допускать мысли, пребывать в духе. А все это для чего? Зачем это человеку нужно? Зачем вообще это все? Бодрствовать это значит находиться внутрь себя во Христе, в храме, со духом. И в это время идет возрастание духовное. Только в этом случае. Если выходит душа из храма, из Христа и не с духом, все, возрастание не может быть. В лучшем случае на месте будет духовно стоять. Чтобы духовно возрастать, опять душа должна войти вот это и есть отвергнуться себя. Вот отвергаться себя плоти и входить путем новым и как написано, путем новым и живым. Христос есть дверь. Опять в храм входить. Внутри храм. И там возрастание, там соединение с духом. Там уже под благодатью, не под законом. Там не действуют уже вот эти духи, желание грешить. Вот я сейчас с вами разговариваю, написано, вникает в себя и в учение. Вот мне не хочется ничего. Вот если бы я был рыбалкой, мне интересно было, или там охота, или погребы, или лыжи, или что-то заниматься техникой, конструировать. Мало никаких увлечений. Я не говорю уже о грехах, таких, которые не должны именоваться, каких-то там мерзопакостей, которые в этом мире. А вообще любое увлечение, не все. Вот это смирение пред Богом. Смирение не моя воля, но твоя, да будет. Если даже смирение пред Богом, это плоть свою представить жертву, благую, угодную Богу, святую. Потому что человек всю жизнь в жертву представляет тело свое все время в жертву. Одни больше, другие меньше. Чему в жертву? Духом нечистым. Нечистым духом в жертву. Вот кто спортсмен, тот в жертву. Он чего только не лишает себя, лишь бы этот дух спорта жил в нем. А дьявол дает ему славу, ведет и тренера, все это духовное. А также и композиторы, они же очень многие живут жизнью непростого человека. А если уж дух и действует, то он жертвует и семьей, и его всем-всем-всем. Как конструктор, например, вот Королев. Взять конструктор Королев. Что он патриот был, он любил Россию, да ничего подобного. Просто вот этот дух нечистый, который изобретение, организация, все. Вот эти духи не один, там масса духов. они его побуждают изобретать. Вот его в тюрьму посадили, когда при Сталине, допрос, его пальцы дробили, двери прижимали. И он что, он в камеру как попадал, если у него попадалось, что он на стенах форму написал. Он, по сути, он его не видел. Его видел, не власть ненавидел, Сталина, Берия, все это, что с этим связано. Он не мог по-другому. А в мире так представляют лживо, что он патриот или еще кто-то. Духи, это его жизнь. Это он счастлив, когда этим занимается. Что такое счастье? Быть причастником, душа причастником того, чего он любит. Вот собирает марки человек. И вот он приобрел марку редкую, и он счастлив. Он ночью встанет, ее рассматривает. Он деньги последние семейные потратит, он приведет эту марочку. А для другого человека это абсолютно надо. Он посмеется над ним. Хотя смеяться что над ним? Это его образ жизни. Он жертву приносит не только себя, свое тело, но еще и родных, и близких, и родственников жертв. Этим духом все жертвоприношение, вся жизнь это жертвоприношение. Как язычники это делают. А сейчас что, язычников нет? Все язычники. Невозможно быть не язычником вообще. Это не обязательно к идолам ходить, вот такие срубы деревянные или каменные. Язычники это все люди язычники, поплуки и все язычники. Потому что душа обязательно помощь духа нужна, сила духа. Что такое сила? Это чувство, чувство стремления, цель в жизни ставить человек. Это вообще мир духов. Это вот мы плоти кров. Плоти это обиталище для души, это обиталище фактически это царство дьявола в человеке. Вот он там царствует, есть мир всего всего. Но который жаждет правды, который плачет, он плачет, стинает. Как лод садился он и ждал. Что как-то чего ждал не знает. Вот так и душа христианина. Она ждет, ждет. А потом слышит Евангелие о Христе благая весть и душа радость она принимает я хочу так. Вот тот, кто этого всего желает, кто по сути такой. Таким стать невозможно. Нищим по духу стать невозможно. Плачущим стать невозможно. Вот как он говорил, этот человек, стать невозможно. Это блаженно. Он уже блажен. Он по сути рожденный свыше. Это душа, которая от Бога. Это по сути блаженные рожденные свыше. но им надо еще родиться от Бога. Потому что рождение свыше это от рождения от чрева матери, которая душа от Бога. Но еще нужно родиться, получить Духа Христова. Кто Духа Христова не имеет, тот не его. Это Дух усыновления получить. И имея начаток Духа, вот этот Дух, мы стянаем в ожидании искупления тела нашего. А тело принадлежит плоти и душе. Грех царствует. А Господь искупляет и уже такие святые, как Павел, апостол, и вот ученики, в котором совершилось Царствие Божие. Ибо приблизилось Царствие Божие. В них совершилось оно. В них внутрь это совершилось уже. Вот они уже умершие для мира, умершие для греха. А все, все, вот о чем говорится, о чем Христос. Это только Христос. И любая религия, любые, это все ложный путь, это все тьма. Если свет, который в тебе тьма, какова же тьма? Вот любая религия это тьма. Это в человеке. Вот он, например, католик, и вот эта религия католическая, которая в нем, в которой он думает, что это свет, что-то исполняет, что-то надеется, что он угодно Богу делает все. Он думает, что это свет. Даже пять католиков будет стоять, но у всех разный свет. Разный, потому что католицизм, религия, это не есть истина. Вот Христос есть истина, это настоящий свет, который не меняется. А там все меняется, правила меняются, служение меняется, понятия меняются, все там добавляется, убавляется. тот свет, он во всех разный, но он по сути тьма. Это тьма. И не только религия тьма, все тьма. Но были понятия, вот для кого Ленин авторитет, для моей мамы был великий авторитет Ленин. Она никогда Евангелие в руках не держала. Она в то время росла, и это коммунистический период, она просто и понятия не имела. никогда. Я не слышал, чтобы она кто-то ее наставил, или сказал о Христе, или что. И его отец, это мой дедушка, был чекист, 25-тысячник. Он был такой настоящий коммунист. Настоящий коммунист был. И вот для нее авторитет даже как-то сказала, ну не по разумению. Я надеюсь, что может на суде проститься, потому что если бы знали, невиновные были, она же не знала. Она сказала, для меня Бог это Ленин. А я еще был молодым парнем. Для меня это не было. Ну сказала, мама для меня авторитет была. Ну вот такая бодрая женщина была. Ну вот так Ленина. Сталина не любила, ненавидела Сталина. А вот Ленина любила. Вот для меня Бог это Ленин. Вот это свет. Это марксист-калининская философия. Это свет для коммунистов. Но все тьма. И не только эта тьма. И все, что в ней, это все тьма. Потому что свет, он один есть. Один Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Никакой. Только в нем нет тьмы. А в нас есть тьма. Везде тьма. Везде примеси. Везде порочные. Совесть порочная. Потому что там много тьмы. И написано то, какова же тьма. Вот это свет тьма. Какова же тьма. Каков же то, которое в себе мы считаем и в мире мы считаем, что это мерзко. И это ужас. А по сути весь мир лежит во тьме. Лежит. Не стоит, не сидит, а лежит. Вот как в грязи, как вы говорите в болоте. Мне приятно слушать эти вещи, когда вы радикально говорите. Не так, как вот например компромисс такое говорят, допустим Баптист будет с пятидесятником, там точки соприкосновения и все. Или православный будет с протестантами. Нет и все. Вот вы сектанты и все. Хотя это так, не так, это уже другой вопрос. Но именно чтобы компромисса не было. Считаешь так, сказал, не хочешь слушать? Не слушай, может что это? А эти компромиссы это свойство человеческое, это фарисейская закваска. А Господь говорит, что бойтесь закваски фарисейской, что есть лицемерие. Это закваска. Именно по сути фарисейская у них, это их среда такая была, это их общение, сущность, что они на углах молились. Лицемерие. Вот то, что вас я не вижу лицемерия, в принципе, хотя я не знаю, может есть там что-то, чего-то нет, но это меня привлекает. И я как бы думаю, даже уверен, не просто думаю, я уже не сказал, еще кому-то сказал, что Игнатий Тихонович, он по сути другой. Вот когда кому-то я сказал, я говорю, вот когда ему сказали, что у каждого свои тараканы в голове, никто не скажет, а Игнатий сказал, нет тараканов. И это так, неправильно. Другой человек, по-человечески, хотя не тот вопрос, что конкретный случай, образ жизни, наблюдали всегда, кто искал, кто искал, чего ищет душа, общество и собрание, здесь ищет на человека что-то. Вот они докапываются, вот как вы говорите, докапываются, вот они и докапываются, они докапывались, всех пророков убили. Что, просто так попробуй в Израиле пророка убить, попробуй, это надо веское условие, там просто человека убить, это все, это смертная казнь, просто убить, а пророка убить, это как докапываться надо, а дьявол помогает докапываться, вот, примерно так оно и происходит, а для мира непонятно, для мира вообще ничего непонятно, мир это другое, а духовный мир, там дьявол, это все его царство, вот царство мира, это и культура, все, 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 и искусство, и ученые, и эти царства мира, все царства мира, все царства мира, преданные ему, но, и царства, религии, это тоже царства мира, религии, там хозяин дьявола, во всех религиях хозяин дьявола, волки, это его волки, это они внесли вот это все, Но, но, дело в том, что вроде все должно погибнуть, так дьявол, такая ему возможность дана, такая возможность, и все должно разрушиться, все погиб, все религии, а овцы там все убиты должны, а нет, все содействует ко благу. Вот, воспитывает Господь свою церковь, он возрастает, укрепляет, все-все-все ко благу, все ко благу церкви, и вроде все ему даны все возможности, так допущено, вот как Иух, например, зачем это все надо было, зачем все надо, это назидание поколениям, и для вразумления, и на небе, какая произошла, события, когда Иух так устоял, когда он говорит, все равно увижу Господа, и церевь. Ну все, будем прощаться? Да, конечно. Мне уже нужно идти. Да, да. Я, я такое-то, я понимаю, что, как бы, слушать долго, это утомительно, и, утомительно. Я не в обиде, ничего, я это понимаю, вы могли бы еще раньше, раньше еще, как бы, попрощаться, но вы в терпении, вы слушали меня, я благодарен за это. С Богом, я вас не спрашиваю о том, что ставить, один раз я спросил, вы сказали, вам все равно, что это выставляется? Ну, в принципе, как Богу угодно, помолитесь, если угодно, выставляйте, ваше право. Так, все, с Богом, с Богом. Вы выставлять будете, мне наблюдать, чтобы посмотреть там? Это будет через неделю, например, я не сам выставляю. Выставляют, там работает администрация, модератор, это бывает в разных городах, кто принимает. У нас распределенно, там, в общей сложности около 15 человек работает. Это не просто, это большое, большая работа идет. С Богом. Ну, с Господом. До свидания. До свидания. Где тут, где тут включать? Вот это.